Как называлась улица Кирова раньше? Кто был редактором первой армавирской газеты? Какие ритуалы есть у армавирских банщиков? Улица Кирова – уникальная часть города. Она существовала еще во времена аула Армавир. Сегодня почти каждое здание на улице – объект культурного наследия. Ежедневно здесь проходят интересные экскурсии. Научный сотрудник Армавирского краеведческого музея Михаил Баев рассказывает об архитектурных особенностях и истории улицы. Улица Кирова имела различные названия. Большая Красная Николаевский проспект Свободы лишь в 1935 году обрела свое современное наименование «Улица Кирова». Благодаря победе во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды улицы вернули ее облик. Преобразования помогли подчеркнуть историческую уникальность этого места и его ценность для потомков. Путешествия по улице временной событий участники экскурсии начинают возле армянской церкви. Это армянская Успенская церковь. По-армянски она называется Веропохум Сурпас Фатсацин. Но то, что мы видим сейчас перед собой, не всегда выглядело так. Потому что где-то по разным данным пишется, где-то говорится, что в 1939 году, то есть одновременно с появлением аула где-то в 1940 году. Но как бы то ни было, мы знаем точно, что в 1842 году она сгорела. И в местной Черкесогае подозревали, что это мог быть поджог, потому что до этого здесь в ауле ночевали горцы, и после этого они куда-то таинственным образом исчезли. Но как бы то ни было, по характерству основателя нашего армавира Григория Христофоровича Заса, который был оправлен в Санкт-Петербург, который изучил личный царь Николай I, и личный царь Николай I потом уже поручил церковь отстроить непосредственно из кирпича. Улица Кирова – это не только изысканный архитектурный ансамбль с вычурными кованными козырьками и кирпичной кладкой. Это еще и кладезь интереснейших историй. Так, например, здесь располагалась старейшая аптека провизора Виктора Вильде. Первоначально здание выглядело, опять же, не так, как сейчас, потому что первый этаж значительно старее, чем второй. Это можно увидеть по стилистике, и также по этику на этике красуется вообще дата 1906 год. Вот почему так случилось, почему здание основано в 1894 году, а Атик нам говорит об обратном. Значит, это связано с самой личностью Виктора Карловича Вильде. Если говорить вкратце, то он был вообще таким достаточно видным общественным деятелем, но еще он был видным представителем общества попечения о детях, Лунинского здесь. И так как многие представители этой общины были, как правило, либо либеральных, либо революционных взглядов, то он, проще говоря, был в черном списке у местных черносотенцев. Это такие крайне правые того времени, монархистского толка. Поэтому в год, в 1905 году они сжигают черносотенцы два вот этих дома. Вот непосредственно слева жилой дом Виктора Карловича Вильда и непосредственно саму аптеку. Но, к счастью, Виктор Карлович был в это время в станице Прочноковской. После того, как здесь ситуация улеглась, он сюда возвращается. У него не было проблем все вот эти свои два имения восстановить. И поэтому он и свой дом восстанавливает, свою аптеку восстанавливает, настраивает вторым этажом. И как раз таки именно поэтому там сейчас и красуется вот эта дата 1906 год. Именно благодаря деятельному аптекарю в городе появились первые средства массовой информации. Учредителем первой газеты в Армавире был аптекарь Виктор Вильде. Он выпустил свой армавирский листок объявлений, который входил два раза в неделю. Нужно отметить, что в то время лишь в пяти селах России была местная пресса. Особого внимания заслуживает здание Бани, которое существует здесь уже полвека. Оно было построено в 1910 году. Первоначально здание принадлежало грузинскому виноторговцу Николаю Кикнадзе. В ведомстве Бани находилась парикмахерская. Также посетителям делали массаж. Во время советской власти баня стала муниципальной. У армавирских банщиков есть свои ритуалы. Например, вносить веник только в левой руке, не ругаться бранными словами и абсолютно со всеми здороваться. А с недавнего времени появился еще один. Говорят, если пожать руку медному банщику, то во всех делах будет сопутствовать удача. На улице Кирова располагалось первое армянское кладбище и контора трамвайного управления. Дело в том, что в Армавире собирались запустить этот вид транспорта. Но планам помешала Первая мировая война. А украшением и визитной карточкой города до сих пор считается здание Александровского двухклассного начального училища. Если мы обратим внимание на вот эти, ну, назовем так условно куполовидные атики, вот то, что мы сейчас видим перед собой, это воссозданные в 2006 году, потому что те исторические атики, которые выглядели точно так же, с этой балюстрадой в том числе, они были утрачены в 20-е годы. В 30-е годы взамен них был угловитый трапециевидный купол, на котором еще организована была смотровая площадка. Возможно, там занимались даже астрономией. Но потом, в конце 30-х годов, и она была демонтирована. И как раз до 2006 года здание существовало абсолютно без вот этих атиков. Но еще, если говорить про значимость, вообще, в принципе, наше учебное заведение, с 1932 года по 1938 год здесь находилось ассирийское отделение. То есть здесь обучали педагогов непосредственно ассирийцев, то есть ассирийской культуре, ассирийскому языку, и оно было всесоюзным, потому что на тот момент в Советском Союзе было всего два таких учебных заведения. В Ленинграде и у нас здесь непосредственно в Армавире. Вот как раз-таки такая историческая уникальность для нашего города в том числе, и вообще, в принципе, для страны. Улица Кирова в Армавире – это место силы. Ведь она имеет поистине уникальную историко-культурную и эстетическую значимость. Жители города с любовью назвали ее «Улица времен и событий». Прогуливаясь по улице, чувствуешь себя частью великой истории. Марина Локтева, Александр Герасименко, Служба информации телерадиокомпании «Вита Армавир».